Кого будет проверять налоговая в 2019 году? Знаю, что 2018 еще не закончился, но думаю, эта информация будет полезна и интересна для вас, мои зрители. А если вы еще думаете о том о 2018 году, то видео о том, кого будет проверять налоговая, по каким критериям в 2018 году, будет в описании к данному видеоролику, и вы сможете его просмотреть. Помните, что до конца 2018 года налоговая запланировала более 20 тысяч проверок. Так что видео, повторюсь, очень полезное, посмотрите. Как вообще налоговая решает, кого проверить? Есть приказ Министерства финансов Украины, и в нем есть определенные критерии. Если предприятие подпадает под данные критерии, то оно включается в график, есть такой график проверок у налоговой инспекции, и его проверяют в 2019 году. Не будем затягивать, друзья мои, этих критериев около 50, но я сейчас расскажу об основных. Компания имеет уровень уплаты налога на прибыль или НДС ниже уровня оплаты в соответствующей области. Компания имеет отношения с контрагентами, которые ликвидированы, обанкротились, либо находятся в розыске. Компании были показаны минуса в налоге на прибыль. Осуществляется приобретение товара или услуг у сомнительных поставщиков. Совершаются внешнеэкономические операции через контрагентов, зарегистрированных в офшорных зонах. Думаю, после получения информации в моем видеоролике вы понимаете, кого будет проверять налоговая и кому они интересны в 2019 году. Но советую не расслабляться и понимать одну вещь, что инспекция по труду это не налоговая инспекция. И они все равно свои проверки делают, и с налоговой они никак не связаны. Поэтому, повторюсь, советую всем предпринимателям решить вопрос, связанный со своими неоформленными пока еще сотрудниками. Если вы хотите получить мою консультацию как адвоката, вы всегда это можете сделать, связавшись по ссылке в описании к данному видеоролику. И, конечно, если данное видео понравилось вам, пальцы вверх ставите, на канал подписывайтесь. А если вы уже подписаны, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видеоролики. Благодарю за внимание. Пока-пока, друзья.